Посетители лыжероллерной трассы смогут брать лыжи в прокат. На средства недропользователей будут приобретены лыжный инвентарь для спортивной школы труд и запчасти Кротраку – снегоуплотнительной машины, которая готовит трассу для спортсменов. Общий объем расходов составит порядка 3 миллионов 295 тысяч рублей. Средства на эти цели выделила компания «Лукойл» в рамках соглашения о сотрудничестве с администрацией округа. Александр Витальевич, вот здесь планируем делать прокат. О планах открыть пункт выдачи лыжного инвентаря руководитель спортивной школы труд Алексей Гербов рассказал главе региона в январе этого года. Во время экскурсии по лыжероллерной трассе был озвучен ряд проблем. Среди прочих – необходимость ремонта ретрака. Ретрак покупался 9 лет назад на средства компанию «Лукойл» и с тех пор это эксплуатируется. Периодически, конечно, ломается, так как требуется. Любую технику нужно вкладывать деньги в ее ремонт и достойное содержание. Техника очень дорогая, понимаете. Дорогие запчасти, но тем не менее это нужно делать. Сейчас ремонт, тот необходимый, который мы запланировали, это более 2 миллионов рублей. Средства на приобретение лыжного инвентаря и оригинальных запчастей «Кротраку» будут выделены компанией «Лукойл» в рамках соглашения о сотрудничестве с администрацией округа. Об этом шла речь накануне в ходе заседания администрации региона. Второй проект обусловлен передачей в окружную полномочия лжерулерной трассы для ее обеспечения бесперебойного действия и предоставления большего комфорта жителям. Предлагается выделить денежные средства на ремонт аэротрака, который используется для подготовки и содержания трассы. И также предлагается выделить денежные средства на закупку оборудования для предоставления услуг по катанию на лыжах, а именно полного комплекта лыж, ботинок, палок для жителей округа. Для организации проката. Да, которые будут предоставляться в прокат всем жителям округа. Председатель окружного собрания Анатолий Мяндин в свою очередь поинтересовался, где сейчас лыжный инвентарь, который раньше выдавали в пункте проката. Там лыжи были в свое время, и куда они исчезли, вот это вопрос. Дело в том, что когда передали городу, там был большой комплект этих лыж, которые люди получали и могли кататься, да. И когда это все вернули обратно в окружную собственность, почему-то лыж не оказалось. Ответ на этот вопрос был озвучен уже на расширенном совещании при главе региона, которое состоялось сразу после заседания администрации. Сейчас мне сообщили, 53 пары было передано 15 июня 2017 года, Илья Игоревич. Подпись имеется у Анастасии Владимировны и моя стоит. Я уже дал получение. Да, 53 пары куда-то надо найти. Руководитель департамента образования, культуры и спорта Ниньевского округа Илья Иванкин обещал разобраться в этом вопросе. Ирина Нежалова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Они будут...